МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Увидели женщину в клишах, работа". Елена Терентьева, 39 лет, владеет сетью маникюрных салонов. Замужем, воспитывает дочь от первого брака, подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Денис. Скажите, пожалуйста, что вас привело, какие подозрения? У меня страшные подозрения. Начну издалека. Я была замужем за Василием, отцом моей дочери, Каролины. И три года назад встретила Олега, моложе меня. Полюбила. Я долго решала, стоит ли связывать свою судьбу с Олегом. Но год назад мы поженились. Меня очень тревожила ситуация с Каролиной, так как она стала жить с нами. И я боялась, что они не найдут общий язык друг с другом. Зашли? Да, знаете, да. Даже слишком. Я стала замечать, что Каролина как-то заигрывает с ним. Как-то пытается флиртовать, а он вроде бы как и не против. Может быть, вам попробовать судить эту ситуацию с Олегом? Да нет, ну что вы, если я не права, то я просто разрушу нашу семью. Сколько лет дочери? Каролине 19 лет. Она учится? Она учится, да. Утром она на занятиях, днем она уже дома. Муж, он фрилансер, он переводит техническую литературу. В основном, конечно же, он работает из дома. Дома они вдвоем. Ну что, давайте попробуем разобраться в вашей щекотлевой ситуации. Спасибо вам большое. Да, нет. Спасибо. Будьте готовы к церкви. Работаем. Дождем информацию. Деликатная действительно тема. Четко в жизни не случается. Ну, подоблюдаем. Нехорошая ситуация, конечно. Мы сегодня закончили. Спасибо. На следующее утро наша команда приступила к работе над новым и чрезвычайно деликатным делом. Оперативники взяли под наблюдение дом, где проживают супруги Терентьевы. До сих пор нет. О, вот, вышел. Олег Терентьев, 32 года. Переводчик. Женат. Ребят, это девочка. Это как раз дочка ее подчеркнется. У меня сегодня немного пар, так что я справлюсь. Ну, давай повнимательней. Давай, пока-пока. Ким, пешеход уже вышел? Да, я в восторге от вашей оперативности. А, слушай, девчонка, поход за ним пошла. Ну, давайте тогда ведем обоих. Принято. Вместо того, чтобы пойти на учебу, Каролина решила поиграть в сыщика. Похоже, она, как и мы, хочет знать, куда Олег направляется и чем он будет заниматься. Интересно, что ей движет. Любопытство, подозрения, нездоровое увлечение? Чего ты за ним? Идешь, палишься так, отстань хоть. Пока оперативники следуют за Каролиной, которая следует за Олегом, группа обвеса занимается установкой системы видеонаблюдения в квартире супругов Терентьевых. Начали получать сигнал. Дима, связь. Дима, Дима. Да, Вартан, все готово? Да, все камеры установили. Проверь, пожалуйста. Можем уходить? Да, можете уходить. Спасибо. Там на третьем видеоканале есть проблемы. Почините, ребята. С наружкой мы работаем. Тем временем наш подозреваемый оказался в парке, расположенном недалеко от дома. Не похоже, что Олег просто решил прогуляться на свежем воздухе. Вид у него слишком целеустремленный. Продолжаем вести объект. Девушка так и палит. И вот из кустов. О, привет, привет. Ты такое романтичное место выбрал. Подозреваемый встретился с какой-то женщиной. Так, чё, у меня кое-что для тебя есть? Сначала романтичное место, потом какой-то подарок. Это очень похоже на свидание. И мы, и снимающая встречу на телефон Каролина с нетерпением ожидаем, что будет дальше. Я исправил. Вот здесь. Угу. И, значит, вот эти. Походу, это по работе. Это всё правильно. Олег и Нина погрузились в обсуждение перевода текста. Возможно, они работают вместе, а возможно, наш подозреваемый просто помогает коллеге по цеху. Пока ничего криминального мы не наблюдаем. Продолжайте фиксировать. Управляемся, может? Нет, ты знаешь, опаздываю. У меня как-нибудь в другой раз. Расстаются они. Работаем по парам. Всё, легко. Нина отказалась от совместной прогулки и ушла. Наш юный следопыт тут же потерял интерес к коллегу. Возможно, Каролина надеется успеть в институт на занятия. Определённо, у девушки есть нездоровый интерес к жизни своего отчима. Но его причины нам пока неизвестны. Пошли дальше ногами. Следим за ней и за патчерицей. Наш подозреваемый отправился домой, где он до вечера работал над переводами. Каролина пришла, когда мама уже вернулась с работы. Наступил второй день наблюдения. Ещё очень рано, так что пока наша заявительница собирается на работу, все её домочадцы мирно спят. Каролина, Каролина, дома, я поздравлюсь. У меня горло болит. Мне кажется, я себя плохо чувствую. У нас сегодня вечная студенческая отмазка. Хорошо. Для лекарства ты знаешь. Да, да, хорошо. У нас девушка остаётся дома. Хорошего дня тебе. Хорошо, следим. Что-то незаметно, чтобы эта девушка стремилась к знаниям. Если её послушать, так у неё каждый день мало занятий. Хотя, возможно, Каролина действительно простудилась, пока вчера шпионила в парке за Олегом. Заявительница покинула квартиру. Это очень быстро вся пришла отчёты. Как только за Еленой захлопнулась дверь, больная тут же выскочила из постели. Плохое самочувствие осталось в прошлом, и сейчас девушке нужно удостовериться в том, что мать точно ушла. Ребят, походу, девчонка что-то затевает. Следим внимательно. Я сейчас снимаю видео, продолжаю снимать. Какое видео? Зачем ты это вообще снимаешь? Если ты хоть пальцы меня тронешь, кто это пойдёт в горы? Я не собираюсь себя трогать, я просто говорю, выйди, давай поговорим. Я не знаю, что в тюрьме с такими делами, так что не вздохнуть меня пальцам, понял? Похоже, девушка искренне ненавидит Олега. Интересно, почему? Может быть, у неё есть какие-то реальные основания? А может быть, она просто не смогла пережить развод родителей и появление в жизни матери нового мужчины? Продолжаем, фиксируйся. Ты меня пальцем тронешь. Она из комнаты, внимание. Что ты творишь вообще? Я не собираюсь тебя трогать, давай поговорим. Куда ты сорвалась? Я уезжаю. Куда ты уезжаешь? Нарушка, готовим пешехода и летучую группу. Да, принято, Дима. Что там стоит свойство? Нужно проследить за ней, как-то неадекватно она себя ведёт. Каролин, пожалуйста, подумай головой, что ты творишь? Да, вышла из квартиры. Нам показалось, что Олег искренне волнуется за патчерицу. За то, куда она отправится, несмотря на всю ту безумную встряску, которую она ему устроила. Мужчине повезло, что наши камеры зафиксировали, как всё происходило на самом деле. Ведь если Каролина сейчас отправит матери видео, ему мало не покажется. Пешеход пошёл. Поздно вечером Денис едет к Дмитрию, чтобы посмотреть, как будут развиваться события в семье Терентьевых. Тем временем Елена возвращается с работы. Похоже, пока она не в курсе утренней истории. По крайней мере, Олег ей не звонил и ничего не рассказывал. Внимание, работаем в автобусе. Денис приехал. Прохладник задуло сразу. Да, привет. Да, это вовремя. Каролин? Олеша, где Каролин? Я не знаю. Звони. Как? Я звонила? Недоступен. Я думала, она спит. Она же плохо себя чувствовала. Плохо себя чувствовала. Я не знаю, что у неё в голове. Она припёрлась мне в спальню, когда спал. Без вот этого. Начала приставать. Так как такое может быть? Я сам не понял, что произошло. Она психанула, она и убежала. После этого? Да, сразу же. Она не появлялась? Не появлялась. А ты ей пробовал с вами? Не попрощалась. Странно, вроде матери хотела компромат слить, а сама трубку не берёт. Ладно, я думаю, что сейчас надо Елене написать и успокоить её. Средства с ней нужно говорить, рассказать, где Каролина. Ну да. Я не знаю, что, как это понять, что у неё будет. Прошу выйти. Я верю. Она получила информацию. Готовим встречу на улице. Сейчас Елену больше всего волнует, где находится её дочь и всё ли с ней в порядке. Каролина взрослая девушка, но в этой ситуации повела себя как маленький жестокий ребёнок. Она хотела, чтобы мать переживала из-за неё. Так, а по поводу ситуации с Олегом что делать? Ну давай, наверное, как есть, всё так и расскажем. Хорошо, что он и сам не стал ничего от неё утаивать. Ну и приукрашивать. Угу. Я думаю, что с дочкой она сама разберётся, когда уже успокоится. Ну да. Пошли. На улице работаем. Выходит наш из автобуса. Да, понятно. Женщина тоже вышла из подъезда. Встреча будет. Вы действительно знаете, где Каролина? Да, мы действительно знаем. Мы проследили за ней. Сейчас покажем. Так, вот в этот дом Каролина зашла и больше не уходила. Это Васин дом. Это папа. Да. Я сейчас... Сейчас она у него, да. Сейчас ему позвоним. Позвоните. Привет, Вася. Каролина у тебя? Спит? Нет. Всё нормально. Я попозже тебе наберу. Прошу? Угу. Пока. Да, она у него... Продолжайте дежурство. Целый. Ну всё. Здорово. Хорошо, что так. Да. Принято. По поводу того, что вам Олег сказал. Давайте это обсудим. Да. Он был прав. То есть она сегодня действительно повела себя таким странным образом, мягко говоря. Но нам кажется, это произошло, потому что она хочет как-то скомпрометировать, что-нибудь подставить, что называется. Каролина разделяет ваши опасения. Кстати, неверность Олега. И она за ним следит. Вчера Олег встречался со своей коллегой. Её зовут Нина. У них, в принципе, состоялась рабочая встреча. Но Каролина интерпретировала это по-своему. И сегодня решила устроить провокацию. Я думаю, что в её поведение мы ещё разберёмся. Я думаю, что сейчас не будем пока ничего предпринимать. Ей ничего не будем говорить. Да. На наблюдении наше. На всей этой ситуации. Конечно. Да. Спасибо. Всё. Всего доброго. Хорошего вечера. Хотя изначальные опасения заявительницы не подтвердились, мы не можем оставить Елену в такой сложной ситуации. Кто знает, что ещё выкинет Каролина. Поэтому, пока всё не разрешится, мы будем присматривать за квартирой Терентьева. Ну что, работаем? Да, да, по обычной схеме. Наступил третий день наблюдения. Сейчас заявительница на работе. Каролина по-прежнему у своего отца. Олег в квартирой Терентьева. Олег в квартире один. Он работает. Однако мы видим, что к нему идёт гостья. Его знакомая Нина. Возможно, у неё возникли новые вопросы касательно переводов. Есть сигнал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ О, в дверь. Да, это пришла его коллега. Который тогда встречался, да, там у моста. А, да, в парке, всё верно. Привет, внимание. Зарвалась нормально? Да. А я как раз сидел, вот твоими документами занимался сейчас. Наш подозреваемый перенервничал вчера из-за выходки падчерицы. Но, кажется, его вполне устраивает, что Каролина пока остаётся у своего отца. Сейчас Олег может спокойно обсуждать рабочие вопросы с гостьей. Ну, по работе, короче. Как-то приобнял её внимание. Ты челыша качество обрадовала? Целуй. Явно. Отношения. Это идёт, смотрите. Ну, ну, всё, да. Можно сказать, свершилось. Образ верного, заботливого мужа рассыпался на наших глазах. Всё оказалось до боли банально. Олег изменяет своей жене. Денис и Дмитрий встречают на месте событий Елену. Бедная женщина ещё не успела отойти после вчерашних переживаний. А сейчас на неё обрушатся новые горькие известия. Ну что, брат, кто снимутся? Здравствуйте, Елена. Вы не зря обеспокоитесь. Новости действительно неприятные. К сожалению. Сегодня появилась та самая женщина, Нина, о которой мы вам рассказывали. Так. Ну, не стало понятно, что за отношения всё-таки связывают их с Олегом. Он изменяет вам след. Идём разговаривать? Да. Как вы думаете? Да, пойдёмте. Группу, направляемся в квартиру. Да, Дим, хорошо. Был уже и на этаже, и сейчас вам дверь открою. Увидели. Женщина настроена решительно. Прямо бежит там. Верь, мы в квартире. Это программа «Опасные связи». Мы расследуем в случае супружеских измен. К нам обратилась ваша жена. Мы вели за вами наблюдение. Да, и ваша работа попала... Да какое вы вообще право иметь? Какое наблюдение? Смысл? Ты имеешь право. В всей квартире. А жена не имеет права. Хорош снимать, нет? Не имеет права. Правду, на тело. Вы реально вели за нами съёмку? Да. Ты что творишь? Да. Что я творю? Слушай, твоя дочь больная. И ты точно такая же больная. Всё понятно с вами. Благодарная тварь. Я не благодарна так. А ты на себя возврат. Девушка уходит. Пропустите её. Дайте ей дорогу. С этой дочерью поговори сначала, что она мне тут устраивала. Она ничего не устраивала. Ничего она была права. Она залазила на меня. Она поняла, кто ты такой. С тобой всё понятно. И с тобой всё понятно. Да, вали отсюда. Убирайся. Готовились разделиться на две группы. Девчонка уходит из квартиры. Смирить камеру. Смирить камеру. Вообще больные. Вы что творите? Здоровый человек. Объясни мне, почему так... Берите камеру. Смирить, пошёл. Я не буду разваливать. Выключите камеру. Нет, не выключим камеру. Не переживай. Попадёшь на все экраны. Это всё пустые слова. Это всё пустые оскорбления. В них нет ничего вообще, имеющего общего с реальностью. Это предательство. Это предательство. Но давайте так. Это стоило узнать. В общем-то, эта ложь не должна была продолжаться. Дочка не сомневалась в ней. Её травма ещё от первого расставания с отцом. Она любит, очень любит вас, любит отца своего, понятно. Я её тоже люблю. Ну как я могла ей не верить? Вы хотите её набрать? Да, я... Звоните, конечно. Я хочу её звонить. Я надеюсь, она возьмёт трупку. А ты кто такой вообще? Дима меня зовут. Чего ты лезешь? Сюда? Слышь, ты урод. Чего ты лезешь? Ну-ка, в тесанях, там страх, ребят, в коридоре. Давай, езжай его. Идиот. Ребята, убери. Там Димон нормально? Да, да. Иди. Паша, иди впереди. Он вышел в наличную клетку оставить. Возвращайся, я прошу тебя. Я выгнала Олега. Я люблю тебя, пожалуйста. Я переживаю. Возвращайся, я очень тебя люблю. Там девушка, если вы с твоей сопроводите, там не заметненько, ладно? Всё. Ну, конечно. Она принята? Да. Хорошо, дождайтесь дочь. Спасибо вам. Мы будем на связи. Да. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Так, может, привезти нам её из третьей группы? Нам интересуется. Нет. Нет, нет, нет. Пусть сама добирается. Просто ведите её аккуратненько, и всё. В контакт с ней не вступайте. Всё, приятно. Окей, понятно. Сама ситуация, конечно, немножко сложная для всех. Но надеюсь, что всё произошедшее будет способствовать пониманию дочери с матерью сейчас вновь обретут друг друга. Хорошо, что всё хорошо. Стой. Спасибо. Елена подала на развод. Каролина вернулась домой к матери. Сейчас Елена старается меньше работать и больше времени проводить с дочерью. Продолжение следует...